С вами видео на gagadget.com и 200-долларовая видеокамера Samsung SMX-C10. Давайте вместе с вами посмотрим, насколько эта камера достойна внимания покупателей. Samsung SMX-C10 принадлежит к набирающему популярность классу камкордеров с записью видео на карты памяти формата SD. Камера невелика по размерам и отличается весьма симпатичным дизайном. Корпус покрыт черным лаком, а его правая сторона, которая находится в контакте с ладонью, выполнена из шершавого пластика, благодаря чему камера не выскальзывает. Благодаря скругленной форме SMX-C10 удачно ложится в руку, а расположенный под углом объектив снижает нагрузку на запястный сустав во время съемки. Расположенные на верхней грани рычажок зуммирования и клавиши начала записи оказываются прямо под указательным и большим пальцами. Для навигации по меню и быстрого изменения параметров съемки используется небольшой джойстик, расположенный на откидном флипе рядом с экраном. В целом эргономику камеры можно оценить как отличную. Samsung SMX-C10 не поддерживает запись видео высокой четкости. Максимальное разрешение видеороликов составляет 720 на 480 точек. Нет у нее и разъема для подключения внешнего микрофона, зато присутствует десятикратный оптический зум с цифровой стабилизацией изображения. Файлы сжимаются весьма эффективным кодеком H.264, благодаря чему на 4-гигабайтную карту памяти помещается полтора часа видео в максимальном качестве. Качество видео для данной ценовой категории весьма неплохое. Как и все камеры подобного рода, Samsung SMX-C10 лучше всего снимает на улице в хорошую погоду. При ухудшении условий съемки на изображении появляются шумы. Но это свойственно всем недорогим видеокамерам. К компьютеру Camcorder подключается через стандартный разъем mini-USB. При этом происходит зарядка аккумулятора. То есть, если вы едете в отпуск с ноутбуком, то зарядку для камеры можно с собой не брать. Поставляемое в комплекте программное обеспечение позволяет быстро загрузить видео на YouTube. Видеокамера Samsung SMX-C10 станет хорошим выбором для нетребовательных пользователей, которые хотят приобрести недорогую, но при этом удобную в использовании и эргономичную видеокамеру. Особенно в том случае, если покупатель еще не успел обзавестись телевизором высокой четкости. К тому же, в камере, за исключением механизма оптического зума, отсутствуют какие-либо движущиеся части, что наверняка положительно скажется на ее долговечности. На этом все. С вами был Павел Русов, gagadget.com. Смотрите наши видеообзоры, читайте наши новости, будьте всегда в курсе последних событий в мире гаджетов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok